Ас-саляму алейкум, меня зовут Алич Алинский, и вы на моем канале подпишитесь, поставьте комментарий. Кстати, можете согласиться или не согласиться у меня в комментариях, здесь любому место есть. Итак, в этот месяц, Рамадан благословенный, я возьму на себя ответственность сделать 9 мини-лекций, мини-обращений для своих братьев и сестер. Не важно, какого ты социального статуса, сколько тебе лет и так далее. Потому что это будет полезно для всех, для меня, для вас, для моих близких и даже для тех, кто не разделяет мои политические воззрения. В этот благословенный месяц, Рамадан, ума в целом всегда сильнее становится, несмотря на то, в каком она положении находится. Но и личность, в первую очередь личность, это составляющая нашей ума, становится сильнее. Как стать сильнее? Как определить, какой силы этой личности? Личность и ее сила определяются тем, насколько связка сильная между убеждениями и их проявлением. Наше мировоззрение должно отображаться в наших словах и в наших поступках. Например, когда мне делают замечание о том, как я говорю, если это замечание соответствует моим убеждениям, я его воспринимаю. Тем самым я становлюсь лучше. То есть мне показывают, как стать лучше. То же самое касательно моих поступков. И тут нужно дать сначала самооценку. Вот, например, я знаю, какие... Я не буду говорить о фардах, потому что мы их начала выполняем. О манду, рекомендуемых действиях. Я буду говорить, к сожалению, о хараме и макрохе. То есть запретных и порицаемых делах. Нежелательных, то, что принято говорить. И вот здесь смотрите, если мы совершаем харам, то есть и мы говорим, что мы совершаем харам, то есть мы признаем то, что наш поступок противоречит нашим же убеждениям. И вот это и есть показатель слабости человека. Не то, что является фардом, мандубом, мубахом, то есть дозволенным, желательным или обязательным должно проявлять нашу правильную самооценку. А то, что именно харам или макрох нежелательно. Вот каждый, оценив себя, не восхваляя себя в критериях, ой, какой я молодец, я намаз совершаю. Это обязательства, обязательства, возложенные на нас Аллахом. А именно с точки зрения негатива, то есть нежелательных или запрещенных действий. У меня есть мировоззрение. И я, только я, кроме Аллаха, конечно, знаю те грехи, которые я совершаю. И мне нужно обязательно от них избавиться. И я, только я и, может, близкое окружение видит, какие поступки касательно нежелательных, с точки зрения шариата я совершаю. И мне нужно их исправить. Почему? Потому что зачастую часто проявление макрохо нежелательного действия, как ступеньки в подвал приводят тебя к хараму. Поэтому от этого тоже избавляться надо. Дай себе оценку правильную, какие харамы ты совершаешь. Ну, не нужно возвеличивать себя. Не в рамадан, а в повседневной жизни. Вот до рамадана ты пришел. Ты знаешь, от каких видов греха ты не смог отказаться. Признай себе их. И в этот рамадан, когда ты в практику войдешь со своим джаматом, с окружением и так далее, выйди из него, задачу поставь выйти из этого рамадана, то есть последующий весь год, будущую жизнь, без этого греха. Если ты не совершаешь грехов, маше Аллах, ты красавчик, пусть Аллаха обрадает тебе рай, то, войдя в этот рамадан, ты знаешь, какие нежелательные поступки ты совершаешь и насколько они часто в тебе проявляются. Войдя в этот рамадан, поставь задачу избавиться от них. Вот каждый может стать сильной личностью. Это не зависит от того, сколько у тебя знаний. Ты можешь быть человеком, имеющим базовые знания ислама, маленькие-маленькие, но ты соответствуешь этим знаниям, то есть соответствуешь своим убеждениям. Ты сильная личность. Ты можешь быть человеком, который очень много знает, но и посредством больших знаний ты знаешь большое количество грехов, которых ты совершаешь. И ты являешься слабым человеком, слабой личностью. То есть не обязательно знать много, чтобы определить себя как сильная или слабая личность. Так что, брат мой, сестра, если ты хочешь, чтобы этот рамадан в продуктивности был полезным на всю свою жизнь, поставь себе задачу как личность стать сильнее. Не в практику взять, только больше поклоняться начать, а как личность. То есть у тебя есть четкое понимание, что такое хорошо и что такое плохо. Шариат. У тебя есть, он исходит из твоего мировоззрения, акиды исламской. Теперь это харам или это халяль определяет для тебя Аллах и его посланник. То есть только Всевышний определил через свою пророка Мухаммаду, Куран и Сунна, что является харам, что является халяль. И ты знаешь, что это харам, и ты совершаешь его. Избавься. Поставь себе цель, потому что в рамадан это легко. Повседневная жизнь тяжело, а в рамадан это легко. Зайди в этот рамадан с намерением выйти без этого греха. И как личность ты станешь сильнее. Сразу. Допустим, ты изредка выпиваешь алкоголь. Поставь себе задачу избавиться от этого. И представь, насколько ты сильнее станешь. Потому что ты пьешь алкоголь, потому что ты ведь слабый. Как личность ты слабая. Что там избавиться от него, скажет любой, кто это не делает. Но тот, кто совершает этот грех, понимает. Или ты, не дай Аллах, совершаешь зина. По какой-то причине. Не будем фантазировать, зина. И ты, стараясь это не делать, понимаешь, что это. Поставь себе задачу эту. Поставь себе эту задачу. Поставь себе задачу не больше суннад намазов делать. И попытаться потом всю жизнь, последующую жизнь это сохранить. А поставь себе задачу избавиться от того, что от вас ведет. То есть то, что вниз тянет. Вот это и есть способ стать сильной личностью. Каждый из вас может взять себя в руки. Избавиться от того, что делает тебя плохим. Плохим тебя делает то, что противоречит твоим убеждениям. Здесь же сразу скажу, что этот процесс можно не останавливать. Чем больше знаний, тем больше способностей. К чему это говорю? Например, человек, который знает очень много. То есть имеет большие знания в исламской юриспруденции. Может указать вам на большое количество нежелательных действий в вашей жизни. И даже на те грехи, которые вы не знали. Они часто проявляются в экономике. То есть при покупках, в рассрочку и так далее. При договоренностях, при введении бизнеса. Многие не привыкли углубляться в законы шариата. И не знают, что они даже харам совершают. Такое часто есть, к сожалению. То есть если ты избавишься от, в базовых своих знаний, от совершения харама и мокруха, не останавливайся над этим. Попроси проверить твой бизнес. Попроси проверить способы оплаты введения налогов. Попроси проверить то, как ты ведешь быть свой. То есть с детьми, с женой, с родителями. Всегда есть то, что поможет тебе становиться лучше. И этот способ я лично использую. То есть если я хочу как личность стать лучше, я не стремлюсь, чтобы в поклонении это только проявлялось. Я стремлюсь к тому, чтобы избавиться от того, что не соответствует этим убеждениям. Не соответствует моим убеждениям, то есть в поступках. Это харам. Вот от этого надо избавиться. Я иншала стараюсь. Есть мокрух, это шаг еще важный. Он легче. От мокруха в быту легче избавиться, ниже от харама. Потому что харам это уже привычка, где мы сломались. Где вот этот перелом идет, и мы изредка к нему возвращаемся. От него нужно отойти. Рамадан, наипрекраснейшее время, чтобы это совершить. Поэтому я тебя как личность призываю, просто стань лучше. Просто стань лучше. Жить тебе будет веселее и интереснее. Почему? Когда человек ощущает, что он ментально стал сильнее, а это только при одном условии. Если он убежден, что его поступки вошли в соответствие с его убеждением, то он и живет намного веселее. Ассаламу алейкум и рахматуллах и баракатуху.